всем привет короче приехал провожать витьку витька уезжает калифорнию калифорния это очень далеко это прям пересечь всю америку короче там в одну сторону просто отсюда ехать дней шесть 5 6 я не знаю может даже 7 в зависимости да вот естественно столько же назад и плюс еще ему там придется где-то делать рестарт полтора дня потому что ну потому что придется еще неизвестно как ему найдут груз обратно и так далее но что это значит для меня это значит что я своего мужа не увижу недели 2-3 то есть в лучшем случае две недели ну и короче как там дальше пойдет вообще ничего не известно я так отвыкла он так надолго естественно еще никогда не уезжал и плюс последние рейсы он ездил всегда пять шесть дней пять шесть дней ну как бы достаточно короткие были и я уже привыкла к тому что опять не достаточно быстро пролетают все но я говорит ну вот как раз я съезжу разведу там обстановку а потом мы с тобой вместе прийти так что да теперь я буду без мужа минимум две недели а то и 3 так что поэтому я решила начать свой влог просто наверно так он и будет и называться что две там недели без вити или 3 недели без вити посмотрим как она выйдет вот буду записывать всякие интересные моменты которые со мной происходят а может ничего не будет происходить мы посмотрим короче позвонил витька и говорит попробуй снять солнце крутяк сегодня 23 мая и о счастье открылись магазины магазины одежды открылись по моему они вчера или может даже позавчера но я вот сегодня приехал и решила посмотреть полная парковка просто нашего тут шарлоттаун молла который по идее не очень но вот парковка прям реально полная пойдем внутрь я очень хочу попасть в h&m не то что у меня есть прям когда это цель что-то купить но вот мне просто просто хочется короче походить по магазинам вода города жил короче куча машин куча движения ордена наверно не буду заходить а вот в h&m обязательно зайду я так счастлива я как будто сто лет тут не была хотя была по идее может феврале наверно была уже сравнительно долго полазила я в h&m хотела зайти в винарс вот там смотрите какая очередь просто три или четыре линии и люди стоят в очереди я не захотела этого делать у меня нету там никаких срочных покупок вот в h&m и очереди нету все ништяк но у них там причем скидки большие по 70 процентов но прикол в том что примерочные закрыты а товар который ты купил на скидках возврата не подлежит можно поменять размер если вдруг тебе не подошел типа ты купил пришел домой померил понимаешь на те не подошло когда можно прийти поменять размер но возврат вообще короче запрещен я купила платьишко на лето пакет я не брала поэтому таскаю в руках я кстати когда зашла тут было очень много народу прям в холле все туда-сюда ходят сейчас уже немножко подрососался народ в общем то как будто никакого вируса не было не все магазины открыты вот допустим альда клэрс вот эти какие-то непонятные магазины они еще закрыты смотрите какая прикольная машинка калифорния написано короче пока лазила по магазинам витя мне пишет у меня есть новости позвонить ну ладно позвоню он говорит короче мне забирает этот рейс облом никакой калифорнии не светит в общем там рассказал ситуацию ну ладно чё я так говорю ладно сильно не расстраивайся будем думать что это к лучшему потому что нам все таки дорога дальние далеко от компании от дома и так далее и много чего могло непредвиденного случиться поэтому давай будем думать что это все к лучшему а тем временем я приехал еще один магазин называется олд неви короче олд неви гэп и бананы репаблик это все три магазина одного и того же концерна грубо говоря просто бананы репаблик считается у них самым дорогим гэп это такой средний олд неви самый дешевый качество в принципе везде одинаковая однако если допустим сравнивать цены олд неви обычные и гэп факты рестор у нас здесь есть кстати прямо напротив волна что но он еще почему-то не открытый и бананы репаблик факт рестор который есть в монхтоне мы когда монхтоне жили прошлым летом я туда ходила то именно факты ресторах у них цены примерно такие же как вот волк ниви но там модели что ли лучше все-таки пошив какой-то получше ну короче вот бананы репаблик факт рестор конечно в приоритете но если его нету в доступе то можно в принципе смотреть и гэп и овны у них в принципе все достаточно хорошее по качеству ценовая политика такая иногда бывает нечестная но в принципе самое выгодное наверно там все покупать на скидках во всех трех магазинах что-либо покупать на скидках это прям вообще супер я короче приехал виктория парк погулять чуть-чуть смотрите уже почки вовсю скоро все будет зелено уже по идее красиво трава везде расцвела дуванчиков стала куча и сегодня в новом платьишке который купила вчера в и чендами надо же его выгулять ходить некуда что будем ходить гулять платьишки сегодня супер тепло но не супер 17 градусов показывает но солнце очень сильно греет я сегодня загорала на балконе я уже третий раз загораю на балконе решила подготовить чтобы потом когда мы поедем на пляж чтобы сразу не сгореть кожу свою подготовить имею ввиду вот и нормально такой загар получается я вам скажу вовсю там играют ребята индийские ребята играют очень громко играют это не бейсбол это что-то что-то другого них биты плоские и мяч они кидают об землю видимо можно об землю можно по-разному не понимаю эти у них по-другому все посмотрим давайте он человек бежит будет что-то кидать да кидают видимо по-разному короче приехали смотреть тюльпаны смотрите какие поля жаль что написано огромное просто поле скоро сказали будут их собирать и вот с обратной стороны тоже здесь белые там дальше еще есть чуть-чуть цветные блин не видно так жаль что нельзя ближе подойти а 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 и а а а и а а Вот что значит багажник мамы. Полный просто игрушек различных, больших и маленьких. Привет, привет. Я с вами каждый раз здороваюсь, потому что я редко включаю камеру и мне такое ощущение, будто нужно поздороваться. Для вас это всего лишь жоп. И одна секундочка. Да, я на самом деле давно ничего не снимала, последний раз я что-то снимала для этого влога. То, когда мы с девчонками ездили смотреть тюльпаны. Это было аж в четверг, сегодня у меня уже воскресенье. На самом деле сегодня я еще снимала видео для того видео, которое я уже наверное выложила. Это про нашу квартиру влог. Но этот влог уже выйдет попозже, поэтому вот. К чему я вам все это рассказываю? Потому что я сейчас приехала сюда, типа на набережную, которая недалеко от нашего дома находится. Пешком идти сюда было бы лень. Да и далековато все-таки пешком. Вот так что я приехала. Будем с вами встречать закат. Хочу поставить камеру, поснимать таймлапсик. И вы уже увидите только готовый результат. Под музычку все-таки. Надеюсь красиво. Уроны пролетело, как близко села ни фига себе. А я взяла с собой ипадикус. И буду смотреть уроки. Кстати, я сейчас смотрю уроки по монтажу в Final Cut. Не знаю, как-то увидите. Может вы как-то увидите. И improve, да, и увидите. Потому что как-то по-другому будет немножко монтаж. А может и ничего не увидите. Я не знаю, честно сказать. Я несу я что-то полезное для себя из этих уроков. Я вообще как-бы самоучка, да, мне как-бы. Видите, я показала снова вот это вот так, вот это вот так. А дальше все это уже полностью все мои эксперименты. Ну, я на самом деле довольно-таки много чему научилась. Это я сейчас понимаю уже, когда я смотрю вот эти всякие обучалки. И там рассказывают многие вещи, которые я как-бы сама где-то понажимала там на кнопочки. Ага, вот так можно сделать. Ага, вот так можно сделать. Вот. Но какие-то нюансы, которые я конечно же не знала и сама бы наверняка не узнала, все равно полезно. В общем, ладно, что-то много болтаю. Закатик будет через полчаса, но уже началась красота. Поэтому, ну короче, наслаждайтесь. Все, задачи выполнены. Холодно, похолодало чуть на улице, конкретно, если ветер поднялся и хоть тепло, типа тепло оделось, но я все равно замерзла. Все, видите, больше ничего нету. Чу-чу, чу-чу. Так что мы поехали домой. Короче, у нас потепляло и я начала бегать. Все, ништяк. Думала, буду мешком. Оказалось, что нет, все еще могу. Просто я последний раз в сентябре бегала. Сегодня опять какой-то красивый закат. Ну кажется, пока я была в магазине и закупалась, пропустила всю красоту. Ну ладно, я закупилась. Две огромные сумки. Сейчас будет челлендж занести это все домой. Давно не снимала с шкафа. Вот. Сегодня приезжает Витя домой. Я очень давно его не видела. Я не знаю, не считала сколько дней и так далее. Ну, наверное, недели две. По ощущениям так. Вот прям, как будто я уже очень давно не видела мужа вживую. Поэтому да. Ну, когда пять-шесть дней, к этому я уже привыкла уже. Ну, приехал, уехал, приехал, уехал. Тут прям я уже все дела переделала. И вот мне нечем заняться. И так скучно. Обычно вот как раз в этот момент Витя уже возвращается домой. Но тут нет. Короче, да. Так что я все готовлю. Сейчас поеду съезжу в магаз. Быстренько надо докупить овсяночки. Вот. А я приготовила борщ. Сто лет не кушали мы борщ, честно сказать. Потому что мне все время было его лень приготовить. Сегодня я что-то начала готовку с одного супчика. А потом такая... Слушай, а можно же и больше преобразовать очень быстро. Так что, короче, получился больше. Завтра он будет еще вкуснее, да? Крышка покрасилась, бедняжка. Вот такая вкусняха. Я уж попробовала. Вкусненько. На улице сегодня у нас прохладненько. 9 градусов всего. 2 июня, блин, лето. Еще и дождик. Дождик, кстати, будет и завтра. А вот послезавтра уже обещают 21 градус. И солнечно. Время полтретьего ночи. Я приехала за мужем. Ура! Мы последние 40 минут болтали по телефону. Потому что и мне хотелось спать, и ему хотелось спать. Он сегодня с утра сранья, так сказать, работает. Оставлю этот влог чисто своим. И Витю вам не покажу. Его вы увидите или уже увидели в его влоге. Так что пока-пока, ребята. На этом влог закончу.